Вы знаете, что некоторое время назад был демонтирован шлагбаум, и это привело к серьезному, пока не контролируемому, стихийному паркованию. И помимо того, что транспортные средства паркуются на проезжей части, что усложняет даже в случае серьезной ситуации и проезд спецтранспорта, ну и кроме того, автотранспорт паркуется на пешеходных зонах. Мы сегодня на аппаратном совещании сделали небольшую презентацию, где показали, хотя многие одесситы и так это могут видеть, попадая на 13-е фонтаны. Мы, учитывая, что, вы знаете, в этом году начали работу инспекторов, мы провели сначала предварительно информационную работу. На этой неделе, как мы авансировали департамент транспорта, и инспектора департамента уже начнут составлять постановление об административной ответственности. То есть мы уже переходим от разъяснительной работы, мы уже начинаем составлять первые постановы. Поэтому планируем, что отдельно рейд будет на 13-ю фонтану, для того, чтобы все-таки привлечь нерадивых автолюбителей к административной ответственности. С составлением постанов, при этом штраф составляет, как мы знаем, 255 гривен. Но это пока первый этап. Так как департамент транспорта планирует в конце этого года, либо в начале 2020 года приобрести эвакуаторы, соответственно, мы планируем к началу туристического сезона еще улучшать ситуацию на дорогах, используя в том числе эвакуаторы. Мне кажется, что, во-первых, шлагбаум уже возвращали, но так как этот вопрос уже не находится в транспортной плоскости, а больше в какой-то пиар-политической, поэтому мы сегодня со стороны департамента будем заниматься штрафами, но и дальше с парксервисом будем смотреть вариант. Ну, кроме того, с уменьшением уже курортного сезона, скажем так, с наступлением осени и зимы, уже такая серьезная актуальность или проблематика будет снята до весны 2020 года. В этой связи, все-таки, надеюсь, мы все доживем до весны 2020 года, и поэтому этот вопрос возникнет снова. Все-таки будете ли вы инициировать возвращение туда шлагбаума, тем более, что он был снят, мягко говоря, очень мягко выражаясь, варваровским методом? А, и считаете ли вы, что он стоял там в законе? Что он стоит? Считаете ли, Александр Васильевич, что шлагбаум стоял в законе и на своем месте? Ну, что касается, я бы разделил свой ответ на два момента. Первый ответ чиновника и просто автолюбители. Однозначно считаю, что шлагбаум там нужен. Без шлагбаума не будет регулирования проезда. Второе, когда были претензии, что шлагбаум, надо, чтобы он был внизу, его нахождение внизу вообще ничего не решает. Потому что, как только человек заплатил, допустим, за парковку внизу, соответственно, ему уже нет смысла бросать наверху машину, а есть смысл уже приехать на ту площадку, за которую он заплатил деньги. Поэтому, с точки зрения логистики и организации дорожного движения, однозначно там шлагбаум был нужен. Если, как я уже говорил, у нас есть ряд вариантов, поэтому либо вариант в том, чтобы восстановить шлагбаум, либо уже работать инспекторами. Повторных нарушений. Если один и тот же автоплоделец, скажем, в какой-то отрезок времени нарушает повторно, штраф тот же или он имеет тенденцию к росту? Нет, ну штраф тот же. Просто вы знаете, что сегодня законодатель так прописал, что если штраф не оплачен, то уже потом возникает возможность наложения ареста на имущество. Поэтому тут, может быть, не так важен штраф 255 гривен, как возможность потом получить претензии от исполнительной службы.